В C++ есть три перегружаемых оператора, которые задают особый порядок вычислений. Это операторы логического и логического или, а также операторы запятая. Что значит, что операторы задают особый порядок вычислений? Давайте посмотрим на примере, начнем с логических операторов. Пусть у нас объявлены две переменные целочисленного типа, a и b, и нам будет важно, что a равно 0. И рассмотрим вычисление следующего выражения. Это логическое и следующих утверждений. a не равно 0, и b равно b поделить на а. Первое выражение это логическое выражение, его значение имеет тип бул. Второе выражение это арифметическое выражение, его значение это значение переменной b после этого присваивания. И после этого оно будет преобразовано к логическому типу, к типу бул. Следующим образом. Таким образом преобразуются вообще все встроенные числовые типы. 0 преобразуется в фоллс, а все оставшееся, то есть то, что не равно 0, преобразуется в true. Ну, нам здесь это не особенно важно, просто на будущее. То есть все числовые типы преобразуются к типу булл довольно простым преобразованием. 0 преобразуется в фоллс, а все, что не 0, преобразуется в true. Теперь давайте посмотрим, как это выражение будет вычисляться. Если бы это было выражение без специального логического оператора, например, вместо оператора и здесь стоял бы оператор плюс, то вычисление выражения происходило бы в следующем порядке. Сначала бы вычислились обе скобки, при этом в каком конкретном порядке они сами бы вычислялись не определено. То есть для выражений не указано, в каком порядке будут вычисляться подворы выражения. Это может решаться компилятор. Но важно, что обе скобки были бы вычислены до того, как вызвался бы оператор плюс. Но это естественно. Для того, чтобы вызвать оператора плюс, надо знать значение обоих операторов. Но так как у нас не оператор плюс, а оператор логического i, то вычисление будет происходить в другом порядке. Сначала, всегда сначала будет вычислена первая скобка. То есть это гарантирует. Сначала вычисляется значение первого оператора. И если значение первого оператора true, то вычисляется второй оператор. Почему так происходит? Потому что если вдруг значение первого оператора false, как, например, в нашем случае. В нашем случае действительно значение первого оператора false. a не равно 0, а в действительности a равно 0. То есть это утверждение неверно. Первый оператор равен false И теперь вне зависимости от значения второго аргумента То есть вне зависимости от того, что там будет true или false То есть не зависит от того, какое значение будет второй скобки Все равно оператор и вернет false Если хотя бы один из двух аргументов false, то и вернет false Ну а так как один уже false мы вычислили То вычисление второго аргумента не требуется Такое вычисление логических операторов называется Short circuit logic по-английски Сложно сказать, как это по-русски называется Иногда называют ленивое вычисление логических операторов То есть можно сказать, что lazy evaluation То есть важно, что стандарт гарантирует Что при вычислении такого рода выражений Сначала будет вычислен первый оперант И только в том случае, если первый оперант окажется true Будет вычисляться второй В противном случае он вычисляться не будет Это очень важно, потому что в нашем случае, например, если бы второй оперант все-таки вычислился То мы бы получили ошибку У нас здесь произошло бы деление на 0 То есть вот отведенная в прямоугольник часть кода выдает ошибку Мы пытаемся поделить на 0 Но так как нам гарантировано, что второй оперант вычисляться не будет То мы здесь защитились от ошибки Мы защитились от ошибки, проверив а на равенство 0 Аналогичное поведение задается и для оператора или Можно посмотреть на следующий пример Здесь такое же логическое выражение, только уже с оператором или И в первой скобке мы вместо неравенства 0 проверяем на равенство 0 Так как первая скобка проверка а на равенство 0 вернет нам true То вторую скобку вычитать уже не нужно То есть второй оперант никак не повлияет на результат операции или Операция или вернет нам true, если хотя бы один из оперантов true Но так как один оперант true мы уже нашли, мы уже вычислили То значение второго операнта никак не повлияет Но важно не то, что оно никак не повлияет А важно то, что компиляторам гарантируется Что вычисление второго операнта Оно не будет происходить В том случае, если первый оперант Оказался равным true И соответственно мы точно так же, как и в случае с i Здесь защитились от ошибки Мы проверили сначала a на равенство 0 Если a оказался равным 0, то мы не будем b делить на a Это очень важно, что именно гарантируется Не то, что это можно не делать, а именно это гарантировано И можно писать код, опираясь на такую гарантию Еще раз отмечу, что если бы здесь вместо оператора Оператора логического или Логического и стояли бы какие-то другие операторы Оператор умножить, поделить плюс Бинарный и или бинарный или Побитовый в смысле То есть побитовый и побитовый или Это обычный уже оператор Они работают с целыми числами А логический и логический лет Они работают с типом bool Так вот, если бы стоял какой-то другой оператор То при вычислении самого оператора Сначала бы вычислил значение обоих его операндов И после этого вычислил значение самого оператора Такое поведение — это особенность логических операторов и или Можно проверить это, например, при помощи следующих выражений То есть создать две функции Фу и бар И если функция фу будет возвращать какое-то значение Которое приводится к false То функция бар вот здесь вот вызываться не будет Ну и, соответственно, если функция фу будет возвращать Какое-то ненулевое, там, числовое значение Или просто будет возвращать значение bool Типа true То функция бар не будет вызываться вот в этой строчке Еще один оператор, который сдает специальный порядок вычисления Это оператор запятая Оператор запятая позволяет гарантировать порядок вычисления Для двух последовательных выражений Иногда используется для того, чтобы аккуратно записать какой-нибудь цикл Коротко Но по-хорошему стоит избегать этого оператора Так как он такой довольно редко используемый и малоизвестный То есть человек, который может читать ваш код, может не понять, что вы здесь имеете в виду Оператор запятая гарантирует, что при вычислении данного выражения Сначала будет вычислено первый оперант То есть то, что до запятой фу А после этого будет вычислен второй оперант Бар При этом, если я напишу здесь какую-то переменную А равняется То значение А, которое будет после выполнения этой строчки Это будет значение, которое вернулось из второй функции То есть Вот это значение будет присвоено А Значение, которое вернулось из первой функции Оно будет проигнорировано Вот важно, что в данном случае мы в любом случае выполним оба операнда Но в отличие от обычных операторов Для оператора запятой гарантируется, что сначала будет вычислена первая часть выражения, а потом вторая Мы разобрали, что значит особый порядок вычислений Теперь почему нам это важно А важно нам это потому, что при перегрузке этих операторов Этот особый порядок вычисления уже не будет гарантироваться То есть перегруженные операторы будут вести себя как обычные операторы Если я, например, для какого-нибудь класса реализую еще, например, логику с тремя значениями Трибул Если для такого класса перегрузить оператор логического i То данный оператор будет вести себя как любой другой перегруженный оператор То есть так как данный оператор реализуется при помощи функции А для вычисления функции нужно сначала вычислить значение всех ее аргументов То в отличие от встроенного оператора логического i Для данного оператора будет гарантироваться, что оба его операнды будут всегда вычислены до того, как будет вычислено значение собственно оператора То есть если у логического i для типа bo есть строгий порядок вычисления При этом если первое значение окажется для оператора i false То второе значение не будет вычислено При перегрузке у нас получается все по-другому У нас порядок вычисление операндов не задан Но гарантируется, что оба операнта будут вычислены до того, как будет вызван собственно перегруженный оператор i Аналогично происходит с перегрузкой оператора или И при перегрузке в операторе, все точно так же То есть перегруженный оператор запятай уже не гарантирует порядок вычисления операндов В этом кроется проблема перегрузки этих операторов При перегрузке этих операторов вы теряете те свойства, которые есть у оригинальных операторов Это может привести к неприятностям, к непониманию в коде То есть человек, который будет читать ваш код, будет недоумевать Почему же вы здесь используете логический оператор I И вроде бы второй аргумент не должен вычисляться в некоторых случаях Но он тем не менее вычисляется Поэтому нужно очень аккуратно перегружать эти операторы И по-хорошему избегать их перегрузки